Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И мне кажется, что я слышу ваши мысли. А звучат они так. Силь, ну в натуре не издевайся над нами. Сними рум-тур, ну сколько можно просить? Девочки, я решила всё бросить и снять для вас рум-тур. Пойдёмте. Так. У меня, как всегда, спит малыш. Я закрыла дверку к нему. Попытаюсь вам снять рум-тур. Та-дам! Всё, переворачиваю камеру. Итак, мы заходим. Первым делом, что мы видим, это шкаф. Вот такой вот шкаф. Большой зеркальный шкаф. Наконец-таки он у меня есть. Его установили как раз, когда я въехала. Я ждала, пока его установят. Тут очень много места. Тут прям как большая гардеробная. У меня везде там уже лежат вещи. В общем, очень удобно. Вот так вот. Пойдёмте дальше. Это у нас такая прихожая. Ламинат. Здесь весы, на которых я не взвешиваюсь. И вот такой большой обзор сразу у нас идёт на комнату. Здесь у нас идёт ванна. Хотите, заглянем в ванну? Прежде чем... Прежде чем мы с вами полазим везде. Ванна совмещенная. Как я и люблю. Очень стиральная машина. Хорошая, большая, вместительная. Всё сделано очень круто. Кстати, вот такое зеркальце мне очень нравится. Оно большое. И когда его открываешь, здесь всё стоит. И помните, мне дарила одна из подписчиц вот такие вот всякие штуки. Я их поставила сюда. И теперь, когда я открываю вот этот вот шкаф, здесь так пахнет. Сразу такой аромат становится. Пока что у меня здесь всё стоит. Вот не совсем убрано. Я извиняюсь за всё это. Ну, здесь денька купается. Здесь у нас всегда цветно. Здесь вот мало всего того, чтобы поставить. Ну, потому что это одна десятая часть всех моих приспособ. Не знаю, куда я это всё буду ставить. Привезла вот эту свою полочку с собой. Ну, короче, ванна классная. Вся она в кафеле. Вся светлая. Всё, как я люблю. И совмещенная ванна с туалетом. Это тоже то, что я люблю. То есть я себя здесь чувствую очень хорошо. Пойдёмте дальше. Вообще, это была однокомнатная квартира. Но её перепланировали. И получилась здесь кухня. Вот такая кухня. То есть мы заходим сразу направо. Тут у нас стол. Его можно было поставить как стойку барную. Но как-то нам больше так с мамой понравилось. Потому что мы что-то особо за ним не сидим. Мы всё время сидим на диване. Я вот здесь сижу на своём месте. Денька лазит кругом. Поэтому кухня это чисто нам что-то приготовить здесь. И особо мы здесь не сидим. Холодильник большой. Столик. Это я уже покупала скатерк, кстати, под обои. И вот они здесь тоже такие. Рисунок прям идентичный. Кухня большая, вместительная. Всё, что было на моей маленькой кухоньке, всё поместилось. Даже ещё места остались. Вот. Это то, что я вот сама. Вот такую штуку в Икеи, кстати, купила. Я люблю, когда, знаете, помыл. Раковина, кстати, очень глубокая. Мне это нравится. Помыл всё. И поставил вот сюда. Не нужно тянуться. Я вообще вот туда поставила. Высоко здесь находятся стаканы. И такое всё. Но всё-таки мне больше здесь нравится, когда всё стоит. Всё под руками. Кругом розетки. Это супер-пупер отлично. Здесь, кстати, вот такая плита. Я ей редко пользуюсь. Но, в принципе, нормальная. Мусор тоже я люблю, чтобы он был на виду. Раз-раз побросал туда. Думала рум-тур снимать, думала убрать, а потом не стала убирать. Вот. Вот такой обзор у нас из кухни. То есть я сижу здесь, и мама сидит, что-то готовит. И видно. Это я уже свои перетащила сюда комод, стол купила. И все вот эти приспособы. Конечно, хорошо было бы, чтобы здесь был какой-то шкаф такой, знаете, классный. Чтобы всё было закрыто. Но так как квартира съёмная, хозяевам здесь это не нужно. То есть огромный шкаф-купе при входе. И в спальне есть шкаф, куда можно складывать вещи. Они не ожидали, что у меня их так будет много. И, в принципе, им траты лишние не нужны. Я их, в принципе, понимаю. Потому что я здесь тоже не на всю жизнь буду жить. Вот я, значит, перевезла комод свой большой, который новый у меня был. Всякие полки. Стол купила новый. Естественно, стул свой купила. В общем, всё обустроила. Практически было на той у меня квартире. Обожаю вот этот диван. Он очень мягкий, классный. Ещё он раскладывается. Напротив стоит у нас огромный телевизор. Вот сейчас я снимаю, и мне кажется, что он не такой огромный. Но на самом деле он очень большой. У меня, честно говоря, где я жила на квартирах, у меня не было никогда большого телевизора. Поэтому мне безумно приятно смотреть что-то по этому телевизору. Экономим свет. Вот. Здесь Дэнкин уголочек. Я ему купила, кстати, стол, стулек. И он с удовольствием кушает за ним, рисует что-то. Я ему даже, когда кушать накладываю, то он бежит, засадится за стол. Здесь все его игрушки, кубики, музыкалки всякие, всё такое. Вот. Этот уголок я ещё не разобрала. Он у меня так стоит. Что здесь прекрасно, что здесь огромный классный балкон. И окна здесь в пол. Многие, кстати, переживали. Говорили, Силь, там опасно для ребёнка. Типа туда-сюда. Нет. На самом деле здесь не опасно. Здесь даже очень безопасно, потому что здесь ничего не открывается внизу. То есть вот эти панорамные окна. Причём здесь часть панорамных, часть нет. Вот эти панорамные окна ему ещё предстоит очень высоко вырасти. Для того, чтобы достать до... Вот, смотрите. То есть я достаю, я поднимаюсь. Я метр семьдесят три. Рука моя ещё выше. То есть где-то на метр восемьдесят, считай, да? Находится только ручка, чтобы открыть окно. Поэтому это полностью безопасно. Стёкла здесь крепкие, двойные. То есть всё хорошо. Но и он, в принципе, у меня не такой буйный, чтобы там, знаете, стёкла выбивать или ещё что-то. Конечно, всё контролируется, смотрится. Но в этом смысле очень безопасно, что ручки находятся высоко. Потому что, когда он к моей маме приходит в гости, он залазит на подоконник и с областью открывает все эти ручки. Здесь с этим хорошо. Балкон очень красивый, уютный. Всё, здесь вот очень красиво сделано. Кирпичи, тоже ламинат внизу. Мама обустроила себе здесь местечко. И Денька, кстати, когда я здесь сажусь, когда я залазю, сажусь здесь вот так. И Денька садится тоже на свой стульчик. Это мне Любашка моя дарила из Москвы. Вот. И такой вид. Сейчас покажу. Вид зелень. Там уже дальше у нас идёт Дон. Ночью очень красивый, кстати, вид. Я сначала его не оценила, но когда увидела ночью его, он прекрасен. Потому что здесь очень красиво, ярко светят огни. Аж до самого туда далёко. Вот. Тоже тут аппаратура моя, кстати, стоит вся. А теперь очень классно, что, знаете, оно стоит вот здесь. Я раз взяла, взяла, и всё. Мне не нужно там убирать, складывать, чтобы малыш не зацепил. Вот здесь угол такой мой. Скоро петь буду. Вон аппаратура стоит моя. Вот. Вот такой вид с окна. И здесь у нас разделено на вторую комнату. Здесь спальня. Сейчас здесь спит малыш, поэтому мы подождём какое-то время. И потом я вам покажу, что находится в той комнате. Вообще заранее пока скажу, что в той комнате у нас спальня. И я её решила сделать вообще спальней и гардеробной. Потому что там стоит шкаф. И в этой комнате мы ничего не делаем, кроме как спим. Реально. Мы просыпаемся. И сразу идём в зал. И я даже закрываю эту дверь. Потому что... Ну, чтобы он не лазил, там не доставал лишний раз ничего. И бывает сквозняк даже, когда мы открываем и там, и там двери, получается сквозняк. Поэтому я закрываю. Ну, вообще, как бы спальня и спальня. И он когда хочет спать, он уже туда ломится, в эту дверку. Вот. Поэтому сейчас он проснётся, тогда я там заправлю кровать. И покажу вам, что в этой тайнистовой комнате. Вообще, я очень рада, что я переехала. Здесь реально очень просторно. И здесь классный район. Мне здесь безумно нравится. И прям даже, знаете, всегда, когда я оплачивала раньше аренду, я уже это говорила и в влоге ещё где-то, всегда я отрывала от сердца. Потому что никогда жильё меня полностью не устраивало. Я ненавижу грязные подъезды, без консьержек. Я ненавижу неохраняемые дома. Вот прям, знаете, вот прям... Вот прям ненавижу. Я не люблю по ним подниматься. Я не люблю по ним ходить. Меня вот реально в какой-то подъезд затащить, это только с кем-то. То есть, однако, кому-то я очень боюсь. Я не знаю, откуда это произошло. Ничего такого страшного в подъездах не происходило со мной. Но реально как-то, не знаю. Я вот чувствую, что подъезды, они небезопасные. Вот. И поэтому я всегда хотела, чтобы у меня был дом с консьержкой. И надеюсь, что с этого момента, как я переехала, больше никогда у меня не будет дома без консьержки. Я даже стараюсь не ходить в гости к тем людям, у кого небезопасные такие вот вещи. Потому что, ну, просто я боюсь. Боюсь. Я не люблю ходить по подъездам. Особенно есть такие заброшенные подъезды, вообще реально грязные. Там непонятно, кто может находиться. Я всегда напрягаюсь ходить по таким подъездам. И я все время кому-то звоню, когда поднимаюсь. Или спускаюсь, да, там, чтобы с человеком было на связи. Короче, не люблю я это делать. А здесь все хорошо. Здесь везде видеокамеры. То есть здесь машина, всегда парковка есть. Тут территория вся огороженная. Все машины, которые заезжают, записываются, если они без ключа своего, да. Консьержки приветливые. Всех, знаешь, за всем они следят. В общем, здесь чувствуешь себя очень хорошо, безопасно. И прям, знаете, я бы хотела, чтобы так жили все люди, если честно. И вот, знаете, есть дома строят иногда. Когда я думала, где я там хочу жить или еще что-то. Это немножко пока мало успеет, мы поболтаем. Такой рум-тур болтологический. Я не хотела бы жить в том месте, где из окна ты выглядываешь, и ты видишь неблагополучие вокруг. То есть меня не прикалывает жить хорошо среди людей, которые живут нехорошо. То есть мне хочется выходить на улицу, видеть успешных людей, видеть, что они тоже хорошо себя чувствуют. А не так, что ты выходишь откуда-то там, да, а вокруг тебя люди окружают, которые тоже так хотят, там по каким-то причинам не могут. Не знаю, там многодетные там мамы, которые живут там в пятером в однокомнатной квартире. То есть хочется радоваться за людей вокруг, хочется жить среди таких вот успешных людей. И мне хочется самой жить хорошо и видеть, что люди тоже живут хорошо. Вот, поэтому вот где я жила, район до этого, да, там район, ну, как бы, я не скажу, что там вот супер-пупер-айс, вот так вот, да. И если бы там брать даже дом, отстраивать, вот я там думала, да, двухэтажный какой-то дом отстроить, но вид в окно вообще бы не радовал. И выходя из дома тоже абсолютно не радовало бы меня. Если бы я и частный дом делала, то это какой-то был бы такой частный сектор, где у всех хорошие дома. Вот. Как-то вот так. Короче, хочется, если ты живешь где-то, да, хочется жить на уровне тех людей, с которыми живешь, чтобы не выделяться. Не быть какой-то белой вороной. Не вызывать особой зависти у людей. Да. Ну и не быть, конечно же, белой вороной, в том плане, что все вокруг хорошо живет, а ты как нищенка какая-то. Тоже этого не хочется. В общем, многое бы вам рассказала, но не все могу. А потому ждем, пока Дэнья проснется, я вам покажу комнату. Что, Дэнья проснулся? Идем в комнату. Вот такая вторая комната у нас. И что это тут? Что ты тут грустишь? Короче, Дэнья здесь любит попрыгать немножко. Хватит прыгать на кровати. Все, нельзя прыгать. Нельзя, Зай. Здесь у меня еще не убрано, видите, стоит вот коробки, которые нужно разобрать. Очень много вещей. Тут у нас идет такой шкафчик. Зеркало мое, я еще тоже его не приспособила куда лучше. Окно тоже, оно высокое. То есть, здесь вот ручка. Ручка вот находится на том же уровне, как и на балконе. Такой вот шкафчик. Вот. Я не буду его открывать, потому что он весь забитый. И я вот сюда хочу поставить вешалку еще, чтобы висели вещи и не мялись. Вот. Эти скорее уже хочу разобрать. Кстати, вот это у меня тоже лайфхак. Это, помните, мой пластмассовый комодик? Но Денька, когда утром встает... Ты что соску где добыл? Все так гармонирует по цвету, смотрите. Он когда встает, куда полез? Он начинал открывать эти все шкафы. Я решила завесить просто, и он тогда не открывал их. Он просто берет пульт, вот так вот, и начинает тыкать на телек. А телевизор я пока поставила так, потому что его не на что пока поставить. Ну, коробка прям хорошо. Ты же только проснулся, День. День, ты же только проснулся. Что, опять спать хочешь? Ты спать хочешь? Полежать? Мы сейчас гулять пойдем. Мне так нравится на кровати вот эта вот штука. Кровать огромная просто. Она больше на одно целое место, чем была у меня. Ну и все, и вот так вот выходим, и мы снова... Тут у нас уже бардак легкий. Денька успел, я в дьюти-бокс разобрала. В общем, вот такая вот квартира. Здесь 40 с лишним квадратов. Точно не знаю, сколько. Денечка вот так закрывает. Закрывай. Закрывай дверку. Он любит там включать свет и ложиться. Все, я устала. Я устала, и я хочу уже скорее выздороветь. Ну все, вот такой ром-тур. Так, квадратура вам сказала, что мне здесь нравится, сказала. Ну, в общем-то, я хочу себе, честно говоря, квартиру точно такую же. Но мне прям даже нравится и расположение. Я сначала не заценила кухню, которая сделана у нас как студия, да. А сейчас вот пользуюсь, и очень удобно на самом деле. Просто мама мне тогда говорила, что на кухне должно быть окно. Вообще здесь была планировка такая, что вот здесь вот стены не было. И это была большая кухня с выходом на балкон, короче. Ну, мне кажется, что вот так очень классно. Я малого сюда кладу спать, закрываю дверки, открываю ему окошко. Все свежо ему. И снимать видео могу, делать свои дела. И он не отвлекается, ничего. Свет не включается, как в той квартире у меня. Вот. И, в принципе, по квадратуре нормально. Потому что в любом случае квартира мне нужна будет просто пожить какое-то время. Потом мы все равно уедем, будем искать все новое. И любимый хочет, в конце концов, чтобы у нас был дом. Просто дом. Когда дом, должен быть мужчина рядом. Делать там все мужские работы. Вот. А я думаю, что здесь, в Ростове, должна быть квартира. И, в принципе, можно купить однушку. Вот с такой планировкой не обязательно двушку покупать, да. Но там же, конечно, по деньгам смотрим. Вот. И теперь я, в общем-то, хочу продать свою квартиру в ту предыдущую. Добавить денег, взять ипотеку там, или что у меня как получится. В общем-то, и в этом районе взять себе квартиру. Очень хочу это сделать в 2018 году, так как я загадала на Новый год. Следите. Я все вам расскажу. Вот. Еще я планирую, кстати, снять видео. В офис на днях поеду. Я хочу все посчитать. И снять вам видео, как открыть магазин, свой шоу-рум, какие ждут вас трудности или легкости на пути. В общем, кому это интересно, про бизнес, вот. Тоже думаю снять такое видео. Ну все, прощайся. Тебе, кстати, нравится? Ты же понимаешь? Тебе нравится, Дэн, квартира? Нравится. Нравится? Ну, давай еще, конечно, у меня. Ку-ку. Ой, мама Гуля какая. Ой, мама Гуля. Все, девочки, я с вами прощаюсь. Наконец-таки сняла вам этот рум-тур. Ничего, что немножко не убрано, еще не сложено. Я думаю, что вам это не важно. Вам интереснее было уже узнать и увидеть эту квартиру. Что еще мне здесь очень нравится, то, что она вся светлая. Огромные окна. Нигде нет штор. Везде закрываются вот такими плотными штуками, кстати. Я вам показала, нет? Вот такими штуками. Все закрывается. Здесь на каждом окне. Там на два сразу в спальне. И, кстати, я никогда такими не пользовалась. И мне очень нравится, я вам так скажу. Очень удобно, очень клево и что-то новое. Я сначала приехала, думаю, не хватает уюта, не хватает штора, а сейчас не хочу. Без штор как-то даже свободнее. И я в своей квартире тоже, наверное, точно так же сделаю. Вот. Все, мои хорошие. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok